Всем привет! В этом видео я записала процесс прорисовки черновой анимации. Если кто не смотрел, можете посмотреть первую часть по ссылке, которая будет в конце видео. В первой части видно, как я делаю черновой анимации для данной сценки, а в этом видео я ее прорисовываю. Прорисовка это, видимо, самый долгий медитативный этап анимации, когда делается сцена. Черновая анимация обычно достаточно быстро рисуется, а для того, чтобы потом все это сделать красиво, в линиях, в хорошем рисунке, это требуется уже где-то в два или в три раза больше времени. То есть, если вы сценку нарисовали за час-два, то прорисовывать вы будете, скорее всего, еще часа три-четыре, потому что, конечно, тут видео ускорено, но на деле это достаточно не быстро происходит, чтобы все линии красиво сделать. И, как правило, на больших проектах прорисовку делает не сам аниматор, а другой человек уже, прорисовщик, который специализируется именно на том, что у него красивый лайн, он может все рисунки довести до такого идеального уже вида. И при этом ему самому не обязательно четко анимировать, то есть ему более важно именно уметь рисовать хорошо. Но когда сценки коротенькие, вот как в данном случае просто это для себя рисуется ради какого-то фана, то можно и самому прорисовать это не настолько сложно. Если вы умеете делать анимацию, скорее всего, вы тоже умеете рисовать именно 2D анимацию классического. Ну, тут, в принципе, видно, что предыдущий слой, на котором, собственно, сама анимация, он никуда не делся, он просто делается полупрозрачным обычно, если вы в диджитале работаете. И сверху новым слоем рисуется уже чистовой контур, где вы можете еще какие-то моменты поправить. То есть, если есть какие-то неточности, то на прорисовке их все можно дожать. Ну и видно, что какие-то места я немножко двигаю трансформом, где-то что-то стираю, где-то даже саму анимацию чуть-чуть правлю, потому что на этом этапе как раз все косяки уже вычищаются, и это то финальное изображение, которое будет уже в самой сцене. Лично я и анимацию прорисовку делаю в программе TVPaint. Это растровая программа для создания анимации. Вот, на мой взгляд, очень удобная. Если к ней приноровиться, то практически все функции, которые необходимы, там есть. То есть, можно полный цикл сделать прямо самому все в этой программке. В классической анимации каждый кадр прорисовывается вручную, как новая картинка. То есть, если во флэш-анимации что-то делается двинами, просто изображение сдвигается, и его не надо каждый раз рисовать заново, и это больше по принципу перекладки работает. Вот, то в рисованной анимации, даже если это практически то же самое, то, ну, лично я предпочитаю рисовать заново, потому что это добавляет какой-то живости рисунку. Вот, если в черновой анимации я могу какие-то моменты просто двигать трансформами, чтобы ускорить процесс, то на прорисовке я обвожу такие рисунки заново. И поэтому ни один из них не повторяется, и в каждом новом кадре персонаж немножко по-другому получается, потому что невозможно прямо линии в линию сделать абсолютно одинаково. И из-за этого выглядит более живым, то есть сами линии, у них характер немножко другой в каждом рисунке. И, возможно, именно за это мы и любим классическую анимацию, что каждый рисунок, он не перетаскивается, а делается как раз руками, что, конечно, занимает гораздо больше времени, но результат, он визуально все равно будет отличаться, если просто двигать. Я не говорю, что это лучше или хуже, это просто такая техника. И кто выбирает именно такой стиль, вот кто любит это, то, наверное, аниматоры такие упорные люди, которым не жалко тратить на это время, потому что просто их радует результат, который в итоге получается. Хотя здесь, конечно, в некоторых кадрах я часть рисунка оставляла, то есть видно, что я выделяю некоторые области лассо, удаляю все лишние линии, но остается что-то там в руках или в кепке, где цикл повторяется. То есть поза, она зеркалится, и меняется ракурс, меняется ведущая нога. Если в предыдущем кадре он наступал на левую ногу, то теперь надо наступить на правую, но при этом положение рук, оно повторяет ту позу, которая была вот с другой ногой. И в этом случае часть рисунка можно сохранить, хотя практически все я рисую заново остальное. Тот же метод я использую и при анимации, непосредственно при анимировании. Не обязательно каждый раз прям заново рисовать. Можно использовать часть предыдущего рисунка, чтобы более точно сохранять пропорции, сохранять характер персонажа. Ну и просто немножко себе облегчить задачу, если это не влияет на конечный результат. Также на прорисовке надо уже полностью отрисовывать все детали, и делать это максимально точно. Если при черновой анимации можно где-то набрасывать примерно, не очень точно следить за всеми линиями, то в прорисовке уже, конечно, никаких таких погрешностей быть не должно. Тут прям надо все супер четко сделать. И для прорисовки я пользуюсь обычной кистью, которой я анимацию иногда делаю. Это перо. Можно увидеть в меню программы, какой инструмент у меня выбран. Просто делаю нажатие, которое меня устраивает, толщину линии. И еще добавляю сглаживание линий. В ТВПенте есть такая функция. Если ее не включить, то достаточно сложно провести ровную линию, чтобы она не дрожала. Но если добавить этот параметр сглаживания где-то там до 30, то уже вполне хорошие линии получаются. Даже несмотря на то, что это растр, никакого вектора тут нет. То есть потом кривыми ничего не подправишь. Если где-то криво нарисовал, то только стирать и рисовать заново. Ну и сама анимация, она тоже уже должна быть достаточно четко нарисована. По моим рисункам видно, что это уже не болванки. Это уже достаточно детализированный рисунок. Если черновая анимация была еще совсем в болванках, без деталей, то скорее всего придется сначала прорисовать ее более точно. И только после этого делать уже чистовой клинап. И только после этого делать чистовой клинап. Потому что очень сложно сразу все детали рисовать именно из каких-то очень грубых таких рисунков. Когда ты не понимаешь, как они будут выглядеть. Ну и если вы хотите сделать цветной контур в каких-то местах, а вот на данном персонаже там есть места, где контур не черный, а он цветной, либо какие-то элементы вообще без контура делаются, то в этом случае я все рисую обычно сначала черным карандашом, чтобы быстрее было. После этого можно включить режим маски, когда вы будете рисовать только по тем линиям, которые уже есть, выбрать другой цвет и просто сверху их обвести, и тогда они станут цветными. Надеюсь, это видео было вам полезным. В следующей части я расскажу о том, как делать покраску персонажа. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, что там еще обычно говорят в конце видео, что надо сделать. Ну, думаю, все и так уже про это знают. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...